Повороты на месте Поворот направо Рядом Во время выполнения поворотов Мы следим за тем, чтобы собака параллельно Всегда садилась, не заваливала круг И всегда была в исходном положении Которое всегда одинаково Поворот кругом через правое плечо Рядом При выполнении поворота Мы стараемся делать его максимально Компактно на месте Шаг в сторону Хорошик Рядом Во время этого упражнения Важно сразу же в процессе движения Левой рукой Подкорректировать круг собаки И добиться усадки Возле левой ноги параллельно Стараемся исправлять возможные ошибки Не в момент, когда они уже произошли А до того, как они случились То есть, если собака начинает двигаться к нам Мы сразу же помогаем ей левой рукой Занять правильное положение Хорошик Рядом Рядом Обязательный момент выполнения таких поворотов Это подъем собаки И переход в новое положение То есть, разворачиваться, сидя попой на земле Недопустимо Как более сложный этап Поворотов Для уже собак, которые выполняют команду ряда Мы можем делать Шаг в сторону с разворотом налево И шаг назад Шаг в сторону с разворотом налево Хорошик Рядом Мы перемещаемся Чуть-чуть вперед и вправо И при этом разворачиваемся налево Хорошик Рядом Очень важно Правильно помочь левой рукой До того момента, пока собака заняла положение Неправильное у левой ноги И шаг назад Крайне сложное упражнение Старайтесь не спешить выполнять его До момента, пока ваша собака не поняла Саму суть команды ряда Хорошик Рядом Мы хотим получить более четкую и правильную работу при раздражителях Мы в любом случае будем вынуждены применить корректирующий рывок При каких-то ошибках И вынести лакомство в виде поощрения А не как основной инструмент Здесь опять же вспоминаем про правильность положения Левой руки на поводке Есть несколько моментов, которые помогут вам проконтролировать вашу левую руку Хочу на них сделать отдельный акцент То есть, если у вас обычный тонкий поводочек Вы выбираете свое положение на этом поводке, где должна находиться левая рука Завязываете, например, в этом месте узелок Который должен быть спрятан в кулаке То есть, ваша левая рука не двигается дальше Вы контролируете появление этого узелка Если узелок появился, значит вы сделали ошибку Второй момент, который тоже поможет вам правильно проконтролировать свою левую руку Вы берете поводочек Выбираете нужное положение Потом делаете следующий То есть, поводок у нас во внутренней части руки Поводок Кладем его опять в руку И закрываем кулак У нас получается здесь такая вот петля на указательном пальце Можно делать через два пальца Петля на двух пальцах И мы держим поводочек Сделать рывочек достаточно удобно А вот отпустить руку и сделать так, чтобы рука спустилась к карабину Невозможно без второй руки Без помощи второй руки То есть, если ваша вторая рука не будет тянуть И вы будете фиксированно держать поводок именно в таком положении Вы получите постоянный контроль над перемещением вашей левой руки То есть, мы должны помнить, что вот это вот положение у левой ноги Оно имеет очень маленькие границы комфорта То есть, чем ближе собака находится к нам, тем ей комфортно Малейшее отклонение от левой ноги должно быть подкорректировано командой рядом Рывочком поводка Браво! Барыш! 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 Б на который нужно обращать внимание в начальной стадии отработки этой команды начинать движение лучше всего с левой ноги начинать поворот лучше всего с левой ноги для чего собака будет при правильной нашей работе все время немножко ориентироваться на нашу левую ногу потому что находясь близко к нам она будет иметь тактильное ощущение вот такого вот плана которые будут ей подсказывать что мы двигаемся правильно ей проще контролировать нашу левую ногу при начале при остановке движения давайте посмотрим как это делать хорошо рядом когда мы начинаем движение с левой ноги мы помогаем собаке сделать все правильно рядом на начальном этапе обязательно подаем команду рядом перед началом движения перед остановкой перед изменением темпа перед поворот и рывочком поводка замедляем либо ускоряем ее при малейшем отклонении от ноги мы обязаны подать команду рядом сделать легенький рывочек если собака замедлилась и сильно отстала мы делаем короткую серию рывочков которые заставляют ее двигаться чуть быстрее то есть рывки прекращаются не после первого рывочка а в момент когда собака заняла положение у левой ноги еще одно упражнение которое хотелось бы вам показать так называемая восьмерка по команде рядом сдвигаясь таким образом вы сможете получить один внешний один внутренний поворот и это пар а еще один маленький совет который поможет вам правильно отработать тот свой нужный рывок который вам будет помогать отрабатывать команду рядом а не мешать для того чтобы научиться делать правильный рывок вам желательно начать работу без собаки но пристегиваем поводочек к забору из сетки рабицы почему из сетки рабицы он очень хорошо пружинить момент рывочек и пробуем сделать рывок рядом если наша рука осталась в этом положении мы делаем неправильно рядом если она слишком медленно вернулась и все на неправильно ваш правильный рывочек должен быть приблизительно таким рядом тем самым вы научитесь контролировать и момент не перемещения руки карабину что очень важно потому что если вы тут постепенно будете перемещать руку вы почувствуете напряжение которое исходит от забора важно стать от забора чуть-чуть на расстоянии чтобы если ваша левая рука начала перемещаться карабину вы это сразу же прочувствовали натяжением забора ваша задача постараться сделать рывок таким образом чтобы рука возвращалась после каждого рывка обратно работая сразу же с собакой начиная работу сразу же с собакой вы уделяете свое внимание правильности работы собаки и забываете про то что без правильного воздействия без правильного расслабленного рывка ваша работа будет достаточно сложной и и и